В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Финал конкурса «Воспитатель года» в онлайн-формате. Голосование в социальных сетях. Конкурс хоть и называется «Воспитатель года», но на самом деле здесь задействована огромная работа коллектива. Мог бы остаться инвалидом, врачи Видновской районной клинической больницы продолжают творить чудеса. По компьютерной томографии шейного отдела позвоночника был выявлен перелом 4, 6, 5, 7 позвонков шейного отдела позвоночника. Безоговорочная победа. Состоялись дополнительные выборы депутата Совета депутатов Ленинского городского округа по одномандатному избирательному округу номер 14. Мы живем в этом поселке, и нам надо, чтобы наш кандидат прошел. В Малом зале кинотеатра «Искор» состоялся финал конкурса «Воспитатель года-2020». В нем приняли участие 4 педагога дошкольного образования из детских садов Ленинского городского округа. В этом году впервые прошла онлайн-трансляция конкурса в аккаунтах нашего телеканала в социальных сетях. И у зрителей была возможность проголосовать за понравившуюся участницу. Подробнее о мероприятии расскажем в нашем сюжете. Вопреки сложностям, связанным с пандемией, в Ленинском городском округе прошел конкурс среди воспитателей детских садов. В нем приняли участие 17 педагогов дошкольного образования. Это всегда площадка демонстрации профессионального мастерства. Это возможность представить участникам конкурса свой опыт и увидеть лучшие практики коллег из других дошкольных образовательных учреждений. Финал, который состоялся в кинотеатре «Искра», вышли только 4 конкурсанта. Это Елена Ластивко из детского сада «Ласточка», Юлия Дончук из «Радуги», Наталья Дудко-Батовская из «Ромашки» и Ольга Тарасова из «Города детства». Воспитатель – это человек, который постоянно учится, участвует в любых конкурсах, мероприятиях, постоянно повышаем свою квалификационную категорию, постоянно обучаемся. Поэтому решили принять участие. Как поделилась воспитатель детского сада номер 22 Ольга Тарасова, подготовка к конкурсу была долгая и сложная. В связи с такой эпидемиологической обстановкой не все можно было сделать, то, что полностью нельзя было раскрыть суть, потому что могли участвовать и дети. И сейчас такая ситуация, подготовка была колоссальная. Финал конкурса проходил в три этапа. Вначале участницам предстояло выступить с визитной карточкой. На следующем этапе воспитателям необходимо было продемонстрировать свои профессиональные знания. Каждая финалистка получила конверт с заданием, в котором был один из семи золотых принципов дошкольного образования. Участница должна была рассказать краткую информацию по выбранному разделу и о том, как применить его на практике. Например, при письме. То есть ребенка не получается, я беру его руку и вместе мы, например, обводим. Это уже ребенок находится в зоне ближайшего развития. Третьим испытанием стал творческий номер. Он посвящен 75-летию Победы. Стоит отметить, что в этом году впервые прошла онлайн-трансляция конкурса в аккаунтах нашего телеканала в социальных сетях. Про войну немало песен спета. Только вы не ставьте мне в вину, что опять и снова я про это, что опять я расскажу вам про войну. По итогам конкурса воспитателем года 2020 названа Юлия Дончук. Набравшая с Натальей Дудко-Батовской одинаковое количество баллов, но благодаря онлайн-голосованию зрителей опередила соперницу. Юлия 8 лет работает в старшей подготовительной логопедической группе детского сада номер 41. В конкурсе принимает участие впервые. Для меня это большая гордость носить такое достижение, такое звание. Хочу сказать, что конкурс хоть и называется «Воспитатель года», но на самом деле здесь воздействована огромная работа коллектива. Без его поддержки, без его участия, ну с таким конкурсом тяжело справиться. Юлии Дончук были вручены благодарность главы округа и два денежных сертификата. За победу 50 тысяч рублей и за приз зрительских симпатий 10 тысяч рублей. Награды также получили все финалисты и полуфиналисты конкурса. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В Видновской районной клинической больнице продолжают оказывать плановую и экстренную помощь. Нередко больным коронавирусной инфекцией, например, требуется срочная хирургическая операция. Иной раз врачи буквально творят чудеса, как это произошло совсем недавно. Так, доброе утро. Доброе утро. Андрей Владимирович, как себя чувствуете? Хорошо. Температуры не было за ночь утром? Вчерашнего обеда начала падать. Сейчас пациент в РКБ Андрей Коревецкий без проблем показывает доктору работу рук, разговаривает и ходит, но все могло сложиться иначе. Андрей работает строителем, но травму получил, выходя из дома на лестничную площадку. Поскользнулся, упал, потерял сознание. Соседи вызвали скорую. Несколько раз Андрей приходил в себя в эти моменты. Он не чувствовал ни рук, ни ног. По компьютерной томографии шейного отдела позвоночника был выявлен перелом 4-го, 6-го, 5-го, 7-го позвонков шейного отдела позвоночника. А также у пациента была выявлена сопутствующая патология, болезнь Бехтерова. Пациента срочно подготовили к операции, которая длилась 3,5 часа. Ситуация осложнялась тем, что у Андрея в ходе томографии также была обнаружена пневмония. Позже выяснилось, что у него COVID-19, которую он переносил в легкой форме. Несмотря на сложность операции, сам пациент не почувствовал трагизм ситуации. По словам врачей, если бы хирургическая помощь не была оказана вовремя, Андрей мог бы остаться инвалидом. Сейчас 42-летний пациент идет на поправку и уже готовится к выписке. Пациент входит, встает, полностью себя обслуживает. Планируется в ближайшее время снятие швов и выписка домой с рекомендациями. По данным пресс-службы ВРКБ, за прошедшую неделю количество подтвержденных фактов коронавирусной инфекции в муниципалитете увеличилось на 763, выздоровело 423 человека. Медики просят соблюдать все меры предосторожности в условиях пандемии. Это станет лучшей помощью тем, кто сейчас находится на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией. Состоялись дополнительные выборы депутата Совета депутатов Ленинского городского округа по одномандатному избирательному округу номер 14. Депутатское кресло оказалось свободным после того, как в отставку по собственному желанию подала Наталья Камалихина, победившая на выборах год назад. О том, как проходило голосование и кто победил, расскажет Дмитрий Книга. На территории 14-го избирательного округа было расположено два избирательных участка. УИК номер 1287 находился в здании музея-заповедника Горки-Ленинские. Здесь могли отдать свой голос более 2300 избирателей. Все условия проведения выборов соответствовали эпидемиологическим нормам. Контроль термометрии. Мы измеряем температуру. Каждому избирателю выдаем индивидуальную ручку, маску, перчатки, если у них нет при наличии. Дезинфекцию проводим. Все предусмотрено. Напоминаем избирателям и наблюдателям, чтобы придерживались определенной дистанции. На вакантное место в Совете депутатов претендовали 16 человек. Практически каждый из них направил следить за ходом голосования наблюдателей. Также многие из кандидатов присутствовали на участке лично. Проходит нормально, если не взять его внимание, что, конечно, как всегда дебоширует и создает такую нервозную обстановку серебра. А так вот посадил, сейчас посмотрите, куда свою, она не наблюдает, привез просто жительницу, посадил ее на музейскую площадку, она сидит там, наблюдает. С течением дня активность жителей возрастала. Мы живем в этом поселке, и нам надо, чтобы наш кандидат прошел. И за нас мы болеем за него, и он, чтобы за нас болел. Потому что это мое гражданское право. Поэтому пришла голосовать. Надеюсь, что наш кандидат победит. Второй участок номер 1288 располагался в Доме культуры поселка Петровская. Избиратели надеются, что благодаря их выбору жизнь в поселке улучшится. Раньше было, когда была часть, то у нас тоже было хорошо. А потом как-то все с возрастом. В целом выборы прошли без серьезных нарушений, которые могли бы оказать влияние на результат. По итогам голосования депутатом был избран Артем Грудинин, набравший 503 голоса. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. С марта следующего года вступают в силу новые правила прохождения техосмотра автомобилей. Теперь обязательной станет фотофиксация всего процесса. В Видном пройти эту процедуру можно в техцентре 50, равно как и получить диагностику и ремонт абсолютно всех марок автомобилей. Екатерина Коваленко убедилась, что обслуживать своего железного друга можно в комфортной и приятной обстановке. Шесть лет качественной работы, десятки тысяч отремонтированных машин. Видновский техцентр 50 уже давно заработал безупречную репутацию, столь необходимую в автобизнесе. Сюда приезжают довольные автомобилисты, ведь работают здесь на совесть. И четко по регламенту. В первую очередь техцентре 50 автомобиль оказывается здесь, на автомойке. Сначала машину моют, и только потом уже чистый автомобиль отправляется на диагностику и дальнейшие работы. Коллектив – десятки опытных специалистов с умелыми руками. Механики, электрики, мотористы. А в помощь им самое современное оборудование, что позволяет оказывать практически весь спектр работ. Сегодняшний день это плановое ТОО, ремонт двигателей, сход-развал, шиномонтаж, в общем, тоже правка дисков имеется. Потом у нас автоэлектрика, кузовной цех. В техцентре 50 в первую очередь стараются выявить именно причину поломки, а не, например, сразу поменять деталь, а то и весь агрегат. Такой вдумчивый подход позволяет автомобилистам не разориться на обслуживании своего железного друга. Сейчас мы в святая святых техцентра, ремонтной зоне. Здесь одновременно может обслуживаться до 10 автомобилей. Марки машин, как мы видим, самые разнообразные – от демократичных до дорогих. В ближайшем будущем здесь предложат еще одну услугу, причем уникальную. Техцентр 50 стал единственным в Московской области, где установлены бесконтактные скоростные линии проездного контроля «Техновектор-8». Это оборудование позволяет производить быструю диагностику колес автомобиля. Причем можно приехать как на разовую услугу, например, перед дальней поездкой, так и пройти эту процедуру в рамках техосмотра. Он, во-первых, получит не обычный диагностический лист, как уже принято выдавать на всех станциях, а он получит именно качественный контроль автомобиля. То есть выявление, сход развала, приборы не нужно будет одевать. Это будет происходить буквально за 3-4 минуты. Пока же машиной занимаются специалисты, ее владелец с комфортом проведет время в зале ожидания. Для дорогих гостей установлены плазмы, благодаря которым можно наблюдать за процессом ремонта. Видновчанин Семен Комаров в техцентре 50 впервые. Его автомобилю нужна диагностика двигателя, и к выбору он подошел ответственно. Близко к дому и посмотрел по отзывам в интернете и решил сюда приехать. Здание техсервиса занимает несколько этажей. Это более тысячи квадратных метров. И мы продолжили нашу экскурсию дальше. А еще здесь есть отдел с большим выбором автозапчастей и расходников. И я как раз нашла то, что мне нужно масло для своей машины. Подскажите, пожалуйста, какая цена? Для 1850 рублей. Отлично, на 100 рублей дешевле, чем я беру. Оформите, пожалуйста. Хорошо. Если же необходимого товара нет в наличии, его оперативно доставят или посоветуют альтернативу. Время работы техцентра с 8 утра до 9 вечера. Ежедневно без выходных. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова